Абаянир, Сибири и Байкала. Проходите, посмотрите на омуля. Вот я как раз занимаю эту позицию, а вы уж где-то вокруг меня, пожалуйста. Так вот, красавцы омули перед вами. Ну и согласитесь, как хорошо живое серебро омуля смотрится на синим фоне. Посмотрите на профиль омуля, нижние губа вовсе не короче. По латыни звучит коригон вибраториус. Рыбрирует, перемещается, дефилирует, движется в постоянном, но каком-то таком спокойно, меланхолическо-сомномбулическом движении. Стояли два рыбака, один другому толкует. То есть беспонтовая такая рыба, этот спрашивает, что это такое беспонтовая. А у сети попадется, даже не дрыгнется, даже за свою жизнь не поборется. У всех свое поведение. Омуль делится на группы, точнее на популяции, согласно рек и заливов, куда осенью эта рыба идет на нерест. Вот как будто карта Байкала перед нами. Северо-байкальская группа омуля, Чевырхуйский, Баргузинский, Селингинский, Посольский. Вот так смотреть по карте, все это реки и заливы восточного побережья. Коротко сказать, Бурятия. Так вот крупный, может быть Чевырхуйский, может быть Посольский. Вот они придонно глубоководные, вот они тугорослые. У них низшее обитание метров 300-400 созревают на 15-16 год жизни. Могут достигать крупных размеров, жить могут долго. Но говорят знатоки, что самый вкусный, самый мелкий, самый жирный Северо-байкальский. Вот мы вам даем теорию, запоминайте, проверяйте, практика. Проходите.